очень много вопросов поступает насчет птуров мол что я об этом думаю как я к этому отношусь что настанет конец рандому так вот ребят сперва мне хочется отметить что я не имею даже малейшего доступа к супер тесту к тестируем танкам и другим объектам я не сотрудник компании wargaming не волонтер и нет тестер поэтому не в курсе характеристик новинок но в этот раз вы были особенно настойчивые и я смог для вас кое-что приготовить погнали когда новость о шеридане получила массовое распространение то среди игроков началась настоящая истерия так как многие из вас провели аналоги с т49p да в то время ракеты летали быстро и били на повал хорошо управлялись и пускать их можно было из-за любого препятствия акция была временная но пуканы горели и под конец птур знатно подзаебал практически всех понятное дело появись такое да на десятках да на постояночку то это бы вызвало танкистов еще больше возмущения нежели моя челка и узкие джинсы поэтому wargaming просто не мог допустить подобного и шеридан на данный момент представляет из себя усложненную версию т49p эти кадры были любезно предоставлены дженералю моей разведгруппой и первое что хочется отметить скорость полета ракеты она летит заметно медленнее и даже будучи на е100 вы можете угнать до границы с монголией прежде чем вас настигнет апокалипс при этом управлять ей намного сложнее попасть из-за препятствий дело не только умение но еще и везение даже если держать врага в прицеле все равно присутствует огромная вероятность обидного промаха более того увернуться отпущены вас ракеты проще простого такова цена за управляемый снаряд но тем не менее данная возможность позволяет стрелять из-за препятствий что дает нереально огромнейший плюс шеридан окей вы уже наверняка в курсе насколько сильно она кусает так противника но для полноты картины я все-таки покажу на этих снимках видно что ракета является не простой а золотой то есть голдовый остальные если что не управляются плюс абсолютно ничем не отличается от привычных нам стандартных снарядов имеет среднее пробитие в 340 миллиметров что касается урона то она нерфит хп противника на 545 единиц кстати стоит заметить и урона отличается всего на 15 от урона основным снарядом очень хочется отметить что разделение снарядов на типы придает универсальность лтшки и в ближних боях можно использовать традиционный метод стрельбы и более резвые снаряды повышая шанс на выживаемость просто иначе сложно представить как можно выцелить пиксели в броне мауса когда он находится на расстоянии несколько метров идем далее естественно возможность наведения ракеты дает шеридан невероятные плюсы и все мы это знаем но чтобы танковое равновесие не нарушалась на противоположную чашу весов встают минусы где дпм первый и самый главный 2462 урона в минуту со всеми плюшками на десятом уровне помянем тут не надо лишних слов чтобы выразить насколько это мало поэтому в бою придется играть в крысу хотя имея такие приколюхи это довольно веселое занятие следующий минусом выступает броня выступает где-нибудь на другом танке потому что у ширина ее просто нет все мы знаем что танк без брони от как публичный дом без проституток и даже невзирая на то что это лт 12 миллиметров на корме это невероятно мало даже если фугас пролетит мимо то все равно урон неизбежен единственное что тотально спасает ширина от фугасной оргии это реально работающие экраны по бокам но лучше лишний раз не попадаться во вражеские прицелы и последним мощным минусом являются слабые модули и экипаж судя по тому что я увидел а видел я достаточно много критовать буду часто что еще раз подтверждает мои слова лишний раз не надо показываться во вражеском прицеле кстати в этом нам будет помогать подвижность тут шеридан держится на уровне таких танков как леопард баджат amx-30b максимальный скорость 65 километров в час что наравне с перечисленным танками является лучшим показателем на уровне то же самое можно сказать и маневренности почти 72 градуса поворот корпуса и 43 башни в общем веселый получается танчик то что сейчас тестируют точно нельзя назвать имбой веселый танк с абсолютно новыми ощущениями который принесет разнообразие в игру с довольно сбалансированной ракетами не как случае с т-49b ракеты которого могли с точностью до волоска влететь в ванну с любого танка и через выстрел уничтожать бк фуловому противнику естественно если разработчики в ходе теста поймут что шеридан борщит они обязательно его отбалансируют так как всем и без нас понятно что такая технология такая ходьба по очень тонкому льду и уж сейчас точно не стоит поднимать какую-либо панику жаль очень жаль что я не могу сейчас прокатиться на нем и попускать ракеты в рандоме чтобы рассказать о своих впечатлениях я лишь основывая характеристиках отзывах это что увидел и в целом я очень заинтриговал этот топ я с нетерпением жду его появления в рандоме окей дорогой друг я раздобыл для тебя материала с помощью моей разведгруппы по их просьбе оставляю ссылки на их каналы в описании ты посмотрел все это наверняка у тебя уже на этот счет есть свое мнение пойдем порассуждаем в комментарии насчет птура сможет ли он привнести фан или же угробит рандом до следующего патча но не забывай ставить лайк и подписываться на канал до скорых встреч пока пока умеете магетик